Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами серия Камбарбаев и программа семейный доктор мы в четвертой клинической больницы города Алматы и тема нашей сегодняшней программы камни в желчном пузыре мы сейчас пройдем в отделении хирургии и расспросим все у врачей об этом заболевании будьте с нами ассаламу алейкум а меня зовут серик я мы с телекомпании асларна и сегодня мы пришли снимать именно в вашей больнице и отделении хирургии и наша сегодняшняя тема связана именно с камнями в желчном пузыре расскажите пожалуйста нам об этой болезни и расскажите об отделении хирургии в отделении мы оказываем экстренную хирургическую помощь жителям турксибского и житцузского района города Алматы год у нас проходит около 2000 больных с заболеванием органа брюшной полости хирургическими заболеваниями в отделении применяется современные методы диагностики и лечения одну треть наших больных составляет это больные с желчекаменной болезнью ее осложнениями с области попадает потому что бывают различные экстренные ситуации здесь учитывая что мы многопрофильная больница сюда же привозят и сочетанную травму там дорожно-транспортные происшествия там какие-то производственные травмы где идет совокупность и травматологической и хирургической службы давайте пройдем именно в палаты вы покажете пациентов хорошо у нас у них дела наглядно что все на сегодняшнем нашем отделе находится 42 пациента из них 12 пациентов с указанной патологией то есть у них желчекаменная болезнь различными осложнениями по дороге вы расскажете пойдемте пойдемте а облани а то есть расскажите пожалуйста нам об этой актуальной болезни желчекаменная болезнь это заболевание сейчас вот условиях в ургентной хирургии она выходит на первое место по данным отчета нашей клиники за последние два года она занимает лидирующие позиции по обращаемости больных по объему оперативных вмешательств несколько лет назад у нас на первом месте был заболевание червовразного троска острый аппендицит последние два года около 30 процентов всех заболеваний наших экстренных составляет желчекаменная болезнь желчь она помогает расщеплении тех самых жиров углеводов является обязательным компонентом в общем процессе пищеварения поэтому желчекаменная болезнь это получается образование камней в желчном пузыре желчеводящих путях она препятствует соответственно нормальному процессу пищеварения вызывает различные болевые ощущения у пациентов вызывает дискомфорт и вызывает различные осложнения основные причины это нарушение обмена веществ это так называемый обмен нарушение холестеринного обмена ну смотрите холестерин 1 да холестерин 2 это инфекционная теория фиксионная инфекционная теория и инфекция которой имеющаяся хроническая инфекция в желчного пузыря, слизистый, происходит повреждение слизистой желчного пузыря и отшелушение эпителиев, и плюс мертвые микроорганизмы, бактерии, погибшие макрофаги, и эти отшелушившиеся эпители, они считают, что являются первичным прецепитатом, и туда будут оседать будущие составные части конкрементов. Конкремент от латинского конкрементум – скопление срастания, то есть камни плотного образования, встречающиеся в полостных органах и выводных протоках желез человека, могут быть разной величины, формы и консистенции. Конкременты бывают они пигментные, бывают холестериновые, бывают известковые. Ну, в природе чистых известковых, чисто холестериновых камней не бывает, но соотношения разные. Если какой-то из них компонент превалирует, мы будем говорить, вот, например, если превалирует там соль и кальция, мы говорим об известковых камнях. Если превалируют пигменты, то говорим о пигментных камнях. Если холестерин, концентрация его превалирует в составе камней, то она называется холестериновые камни. Сахарный диабет, ожирение, пероральное применение контрацептива, эти тоже факторы способствуют также образованию конкрементов. Масса причин, которые могут вызвать образование конкрементов в желчном пузыре. Основным резервуаром читается это желчный пузырь, где образуются камни. Какие симптомы сопровождают человека при этом заболевании? В начале пациенты начинают ощущать тяжесть в правом подреберии. Бывает, они на это не обращают внимания. Бывает, это связывается с приемом пищи, особенно такой жирной, объемной пищи в объемном количестве, в большом количестве. И потом начинают у них появляться болевые приступы. Бывают умеренные болевые приступы, а бывают такие, что пациенты сами, как рассказывают, хочется на стенку лезть, такие боли бывают. Бывает бессимптомное носительство. Пациент просто приходит куда-то на профосмотр, обычно ему делают УЗИ, брюшную полость, и выявляет камни в желчном пузыре. Причем камни могут быть разных размеров. Для нас, для практиков очень, и для пациента, более, грубо говоря, опасны, это камни мелких размеров. Те, которые могут проскочить в желчевыводящие пути и произвести симптомы механической желтухи. Если вовремя не лечить камни в желчи, могут привести ко всякого рода осложнениям. Мы сейчас видим уже, что из практики, что если вовремя не прооперировать, не удалить желчный пузырь, в котором имеются конкременты или камни, то в будущем возможно такое грозное осложнение, это как холедохолетиаз, или камни в общем желчном протоке, которые вызывают механическую желтуху, и которые требуют уже более долгой, квалифицированной и энергоемкой коррекции. Биодигестивные свищи, сморшивание желчного пузыря, отключенный желчный пузырь. И поэтому, не доводя до этих осложнений, мы больным предлагаем оперативное лечение в плановом порядке. А давайте теперь наглядно посмотрим на пациентов, которые именно лежат у вас здесь в отделении. Пожалуйста, есть пациент, которым мы сделали операцию 3 дня назад, она готовится к выписке, и есть пациент, поступивший с острым холеститом, мы можем посмотреть этих пациентов. Пойдемте. Здесь пациентка Ларина, ей 53 года, у нее две недели назад был приступ, первый приступ острого холестита. она в частном порядке прошла ультразвуковое исследование, на котором у нее обнаружили камень в желчном пузыре около 5 сантиметров. Она обратилась к нам, и мы ей 3 дня назад сделали лапароскопическую холеститомию. Сейчас сможете у нее спросить, состояние удовлетворительное. В принципе, ее можно сегодня выписать на амбулаторное лечение. Расскажите, пожалуйста, что случилось, как вы сюда попали, и сейчас как вы себя чувствуете? У меня две недели назад был приступ, я обратилась к врачу. Мне сделали УЗИ, и обнаружили камень 4,9 сантиметров, ну, почти 5. Поэтому я обратилась в эту клинику, где специалисты, я уже не первый раз обращаюсь, мобильные, быстрые и такие вот грамотные люди. И я с удовольствием вот сделала операцию, и даже не боялась операции. Ну, и сейчас, вот уже третий день, я чувствую себя хорошо. Сейчас пойдемте еще к пациенту, которому планируется операция, ладно, в срочном порядке. Больной вчера поступил с приступом острого холестита. Можем пойти посмотреть, давайте. Пациент Манбаев, ему 33 года, страдает желчнокамерной болезнью. В анализе, с его слов, было около 7 приступов желчной колики, так называемой печеночной колики. Идет увеличение размеров желчного пузыря, фиксированный конкремент в области шейки желчного пузыря. Вчера поступил в отсроченном порядке, мы ее сейчас готовим на операцию. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в операционном блоке, и вы сами наглядно увидите, как производится операция на желчный пузырь. Момент наложения клипсы, здесь должны оставить пространство, для того, чтобы ножницы вошли. Остающийся накладывается минимум 2 клипса, потому что остающийся. Походящий можем обойтись одной клипсой. Остающийся накладывается минимум 2 клипса, это стандартный клипатор, видите, да? Накладывается клипса, они не должны друг друга сдавить. И теперь сейчас это остающийся пузырьный проток, а сейчас накладывают на уходящую часть. Ну, в общем, не легок труд золотых рук. Глаза боятся, а руки делают. С таким девизом они смело шагают по жизни вперед. Операция, которую вы сегодня видели, которую мы проводили, пациент, вообще сам гражданин Узбекистана, здесь находится в рабочей командировке, с частыми болевыми приступами, он уже обращался к нам, но учитывая, что по долгу работы он не может поехать к себе в Узбекистан, он пришел к нам на операцию. Мы его полностью обследовали. Там была дифференциальная диагностика между грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или острым холециститом. В конце концов, мы остановились на том, что у него болевый приступ именно за счет желчекаменной болезни и холецистита. Хирургический метод лечения – это холециститомия, это удаление желчного пузыря вместе с конкрементами. Есть случаи, вот так называемые немые камни. Камни есть, но они больных не беспокоят. Есть люди, которые ходили более 18-20 лет камней носительства, но мы имеем случаи, когда удаляется желчный пузырь после очередного приступа, то там находили атипичные клетки. Это атипичные клетки, о чем говорят, это значит раб желчного пузыря. Это в одном проценте случаев у больных могут возникнуть рак желчного пузыря на фоне желчекаменной болезни. Аблан Ятович, что Вы пожелаете, посоветуете тем миллионам телезрителей, которые сейчас смотрят на нас? Какой образ жизни им вести и как до этого не довести? При появлении первых симптомов не надо заниматься самолечением. Иногда больные, сами занимаясь самолечением, принимая спазмолитики, способствует, наоборот, изгоняет камни из желчного пузыря, протоки. Надо обратиться к своему врачу, получить квалифицированную консультацию, и дальше врач Вам пропишет рекомендацию, что Вам делать в данном случае. Профилактика желчнокаменной болезни является здоровая пища. Старайтесь акцентировать на этом свое внимание, дорогие телезрители. Ну а с Вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!